История Монументальная искусство 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 потому что в сталинской архитектуре и так очень много декора, колонны, лепнина, скульптуры и так далее. Монументальное искусство в этих сталинских дворцах было обычно интерьерным, то есть в помещениях внутри. Но и там оно было не столь свободно, потому что ему отводились некие специально выделенные места, также обусловлены архитектурным декором, ниши, плафоны на потолке, как вы видите на слайде. Это плафон в оперном театре бишкекском. И вообще в оперном театре вы можете посмотреть образцы вот такой сталинской монументальной живописи, там их много. А хрущевские здания часто это просто кубы, где можно без ограничений располагать любую монументальную живопись, вот, например, даже так. То есть практически весь дом покрыт мозаикой. То есть массовое монументальное искусство связано, во-первых, с массовой, во-вторых, с модернистской, где вот есть такие ровные пространства, стен, здесь есть просто стены архитектуры. Если же детальнее рассматривать мотивы развития монументального искусства, то при знакомстве с текстами 60-х, 80-х годов, то есть как сами современники понимали этот феномен, можно вычленить два мотива. Первый можно назвать синтез, а второй — украшательство. Синтез — это такой, как бы, позитивный полюс. Слово синтез в советской системе ценностей было вообще всегда очень популярным. Это понятие, многие, наверное, знают из материалистической диалектики. И в тогдашнем искусствоведении это была вот такая абсолютная похвала. То есть если синтез, то это значит очень хорошо. Это высшая стадия развития, некое совмещение и снятие противоположностей. Часто искусствоведами социалистическое искусство и понималось как искусство именно синтеза. А монументальное искусство — это очень хороший тут удобный пример, потому что это искусство на границе двух искусств — изобразительного и архитектуры. То есть это, собственно, совмещение двух искусств, это синтез. И монументальное искусство стали так и называть буквально даже в бюрократических документах. Это очень интересно, когда я работала в архивах. В бюрократических документах союза художников монументальное искусство называют синтез искусств. Такой эвфемизм. Ну хотя такая ремарка так называлась. На самом деле никто точно не знал, что такое вообще вот этот синтез. О нем писали практически в каждом тексте, о монументальном искусстве. Но это было таким, скорее, отправлением культа. Например, одна исследовательница в 80-х годах написала статью о монументальном искусстве, уже обзорную, да, она писала в 80-е, она писала об искусстве, начиная с 60-х. И статья так и называлась «Поиски синтеза». Она там сначала писала, как синтез понимали в 60-е, потом в 70-е, и закончилась тем, что в итоге мы имеем то, что это понятие теоретически не прояснено. Вот так вот закончилась ее статья. Но были, конечно, разные версии. Я остановлюсь на одной, наиболее мне интересной. Многие искусствоведы считали, что вот этот синтез должен распространяться за границей одного здания. То есть мозаика или другое какое-то панно синтезируется, то есть гармонично сочетается не с одним домом, а с широким контекстом, несколькими зданиями, целым районом или даже всем городом. Вот, например, вот так. Можно сказать, что монументальные панно играли роль разметки в тексте или пунктуации в тексте, тогда как самим художественным текстом, художественным произведением являлись вот эти массы, вот этих новых, построенных массово в огромном количестве домов. И вот хорошим примером здесь являются вот то, что вы видите на слайде. Это комплекс Южные ворота в Бишкеке. Здесь видно, как мозаики, собственно, организуют визуальное поле. Обратите внимание, как это сфотографировано. То есть это сфотографировано панорамно. И вот таким образом панорамно, или вообще как вид сверху, вообще этот проект массового строительства документировался тогда, в 60-е 80-е. Потому что это, конечно, не единственная форма демонстрации вот этих успехов строительства. Можно выбрать разные точки зрения. Можно, например, фотографировать квартиры изнутри. Можно снимать с точки зрения пешехода, с земли. А вот можно вот так вот сверху. И на фотографиях 60-х, 80-х годов, я сужу по работе в фотоархивах, вот такой третий взгляд, взгляд сверху, он абсолютно доминирует. То есть фотографии делались сверху и издали как будто такими великанами, которые могут оценить вот этот рисунок, который образует дома. Очень красивый такой, ровный. Этот момент мне очень интересен, потому что здесь мы наблюдаем своего рода парадокс, потому что это функционалистские здания. А представляются они как чисто эстетические на самом деле объекты, вне их функции, потому что с такой высоты не видно, что там вообще люди есть. Все непонятно, что это дома. То есть это кубы. И это выглядит на самом деле как серия минималистических объектов. Примерно в то же время на Западе работали художники-минималисты, Дональд Джад, Карл Андре и ряд других, которые выставляли похожие монолитные кубы. Кстати, минимализм называл себя еще серийным искусством. То есть это был эстетический проект. И эту эстетическую природу этого проекта массового строительства подтверждает также, на мой взгляд, критика Хрущева, которую, я думаю, вы все очень хорошо знаете. И часто слышали ее, и, наверное, и сами такие высказывали тоже мнение. То есть часто говорится до сих пор, что вот все эти дома, они некрасивые, монотонные, скучные, серые и так далее. То есть им дается, опять же, эстетическая характеристика, и оцениваются их чисто эстетические качества, что, опять же, для меня очень интересно, потому что это функционалистский проект, а он критикуется с эстетической точки зрения. И то, что благодаря этому проекту получили жилье миллионы людей, которые переселились в эти дома, пусть они не суперкомфортные, но это достойное жилье, об этом почему-то не говорится. Итак, то есть как со стороны аффирмаций, похвалы, синтез, так и со стороны критики, проект массового строительства можно оценить как главное произведение искусства советского времени, а монументальное панно – это важная часть этого произведения, но которую также можно назвать украшательством. Я перехожу ко второму мотиву. Первый мотив был синтез, так об этом писалось в 60-70-х. А второй можно назвать украшательством. Критиковать, кстати, дедома хрущевки стали практически сразу же, как их строили. То есть это не мы сейчас критикуем ретроспективно, их сразу же критиковали. И по мере сил пытались с этой монотонностью критикуемой бороться. И вот в том числе посредством вот этих монументальных панно на стенах этих серых кубов. Вот от этого появилось такое явление абсолютно новое, как мозаики на торцах домов в микрорайонах, которые в Бишкеке тоже есть. Я в прессе встречала даже слово «торцизм» – новый вид искусства. Синтез, да, синтез, как я уже сказала, был таким парадным понятием, а об украшательстве тоже писали, ну как бы стыдясь этого. Но тем не менее писали, да, вот чтобы сгладить монотонность, вот поэтому тоже монументальное искусство распространяется. Да, почему стыдились? Потому что проблема для теоретиков была в том, что если это украшение, то это уже не синтез. Если это декор, то это уже не синтез. Потому что синтез вот этот социалистический подавался как такое совершенно новое понятие, которое якобы объединяет разобщенные при капитализме искусства. Вот при капитализме искусства были разобщены, а вот при социализме они все вместе в нечто одно соединяются, и возникает принципиально новый синтез. А если монументальное искусство – это просто украшение, декор, то тут ничего нового нет, это было и при капитализме, и вообще раньше, задолго до капитализма тоже. И теоретики и художники тут пытались находить какие-то хитрые дискурсивные ходы. Например, один художник-монументалист так делал это развлечение. Он писал, что монументалист своим монументальным произведением как бы достраивает архитектуру, а не наводит внешний лоск. Это что-то новое. И более того, почему еще об этом писали, стыдясь? Если это украшение некрасивых домов, то это вообще что-то не очень приличное, замазывание каких-то дефектов, сокрытие чего-то неудачного. Таким образом, монументальное искусство балансировало между двумя этими режимами – парадным и изнаночным, торжественным синтезом и непристойным украшательством. И такая двойственность или противоречивость, или амбивалентность, на мой взгляд, это вообще определяющее качество монументального искусства. Я еще дальше буду об этом говорить. Сейчас приведу еще один пример этой двойственности. Она связана с классификацией монументального искусства в советском искусствоведении. По этому поводу, по поводу, как же классифицировать монументальное искусство, постоянно были какие-то сомнения, какая-то неуверенность. С одной стороны, оно приписывалось к нише, опять же, декоративного искусства, как какое-нибудь прикладное. А с другой стороны, всегда споры шли, что нужно его отнести к какой-то вообще самостоятельной линии. И вот из-за этой, как раз таки, что интересно тоже, интересный момент, из-за этой неопределенности и из-за связи монументалки и с архитектурой, и с декоративным искусством, монументальному искусству многое позволялось. Мы увидели очень замечательные примеры из Польши. Я не знаю, просто как с Останковым было искусством. То есть, позволялось ли абстрактное станковое искусство в Польше. Потому что в Советском Союзе часто, если станковые модернистские формы критиковались, то в монументальном искусстве они позволялись. Вот, например, такой совершенно непримитивистский фасад. То есть, у монументального искусства был некий иммунитет, и я его называю легальный модернизм. Причем, иммунитет был настолько сильный, что он действовал даже тогда, когда монументальное искусство покидало архитектуру. Например, совершенно легально за рубежом могли выставляться какие-то вот такие очень странные абстрактные скульптуры из стекла. И более того, это даже кинетическая инсталляция, потому что она еще вращалась под музыку. Но это называлось витраж. Понятно, что к витражу это никакого отношения не имеет. Но вот под прикрытием витража это можно было выставить. То есть, это фотография из книги 70-х годов, где описан вот такой крутящий витраж. Я рассказала, как понимали монументальное искусство его современники и современницы, а теперь я расскажу его, как понимаем мы. Почему штаб заинтересовался монументальным проектом? А именно, мы его осмысляем, мы его интерпретируем как такое неочевидное, но тем не менее продолжение авангарда 20-30-х годов. Это основной тезис моего текста из Альманаха. Немного про 20-30-е годы, буквально несколько слов. В 20-30-е годы в Советском Союзе велась очень активная дискуссия о формах нового искусства, то есть под которым понималось, конечно, чаще всего искусство победившего класса пролетариата. Считалось, что оно должно стать каким-то другим. Станковое искусство, то есть обычные картины, потому что это идеальная товарная форма, она должна отмереть. Ну, считалось, что это эффект и продукт капитализма, собственно, станок, да, станковое искусство. И монументальное искусство многими участниками этой дискуссии рассматривалось как прецедент на роль вот этого нового искусства пролетариата из-за его очевидных демократических свойств, а именно коллективности, открытости и адресации массам. Но вот эта противоречивость и двойственность, о которой я говорю, понимали и обсуждали уже тогда, в 20-е, 30-е. Монументальное искусство критиковалось за то, что оно прочно связано с церковной культурой, потому что тогда говорилось в основном о фреске, то есть где мы видим фрески? В основном в церквях. Оно не гибкое и не динамичное, оно статичное, в отличие, например, от кино, от динамичного кино. Например, обсуждались фрески в рабочих клубах, и критика была такая, что будет трудно делать ремонты, например, или стены должны быть какие-то съемные, а если фреска, то она уже или навсегда, или, по крайней мере, на очень долго, на несколько лет. То есть это как бы не... С одной стороны, оно коллективное, оно такое очень эгалитарное форма, а с другой стороны, такая негибкая, какая-то костная. И в итоге в этих спорах чаще всего сходились на том, что монументальное искусство – это переходная форма от буржуазного искусства к коммунистическому. Но в любом случае в 20-е и 30-е оно было очень популярным, но популярным, так сказать, теоретически, потому что реализовано было очень мало. Ну, понятно, просто не было средств на это. И только в 60-е годы оно стало по-настоящему влиятельным в связи с распространением вот этого модернистского проекта Хрущевского. Тогда оно массово распространилось по всем городам и весям Советского Союза, то есть буквально по весям, то есть даже в селах есть смальтовые мозаики. И развивая свой основной тезис, то есть это развитие идеи авангарда, я бы выделила следующие черты, связывающие монументальное искусство 60-х и 80-х годов с авангардом 20-х и 30-х. Первое – это синтетичность. Мы снова вспомним синтез, потому что в 20-х и 30-х годах это тоже был серьезный критерий, а монументальное искусство… То есть тоже говорили все время о синтезе. А монументальное искусство – это действительно соединение искусств. Второе – коллективность. Это черта, о которой тоже говорили все акторы 20-х и 30-х, от реалистов до Малевича. А в монументальном искусстве коллективность реализуется на трех уровнях. Это коллективность восприятия, коллективность или, вернее, обобщенность образов и коллективность производства. Первое – коллективность восприятия, адресация коллективному зрителю. Как в советское время говорили, массовость и народность. То есть отсюда такое предсказуемое, идеологическое и универсальное содержание. Как писали современники, мозаики отражают этапные события, движущие силы истории и общества в весомых, величественных, вечных образах. Второе – коллективность образности. Персонажи монументального панно – это, как правило, собирательные образы всего советского народа. Это изображения одновременно всех и каждого. Фигуры предельно обобщенные – это рабочий, красноармеец, ученый, мать и так далее. То есть на фасады вряд ли могли попасть портреты каких-то конкретных людей, если это не Ленин и не Маркс. То есть также абсолютно какие-то обобществленные уже образы, аллегории. И третье – коллективное производство. Понятно, что такие масштабные панно в одиночку просто невозможно сделать. Их делали коллективы, а в эти коллективы входил автор эскиза и исполнители мозаичисты. Они все, как правило, оставались неизвестны зрителю. То есть зритель не знал, кто это сделал. Потому что таблички с именами авторов сопровождали иногда эти панно, но очень редко. Таким образом, вот эти настенные картины, они составляли не выставку индивидуальных талантов, а выставку, что, как по мнению советского искусствоведения, характерно для буржуазного общества, когда выставляются индивидуумы. А вот эти уличные картины составляли выставку самой талантливой советской реальности. И третья черта, позволяющая провести авангардную генеалогию монументального искусства, это его эголитарный, демократический и антитоварный заряд. Первая – эголитарность. Главное, по-настоящему новое новшество 60-х годов – это выход монументальной живописи на улицу, потому что в 20-30-х годах этого не было. Тогда говорили в основном о фреске, а на улице работали в основном с инсталляциями такими, которые оформляли праздники. Но это были однодневки, их на следующий день после праздника убирали. Все делалось из непрочных материалов. Хотя, опять же, было желание именно работать на улице в 20-30-е годы. И очень известен такой лозунг художников 20-30-х – «Улицы наши кисти, площади наши палитры». А в 60-х годах монументальное искусство стало прочным. Оно стало делаться из очень прочных материалов – смальта. Смальта – это стекло, камень, бетон и так далее. И поэтому искусство совершило, наконец, тот массовый исход из музеев, о котором давно мечтали и очень много писали авангардисты. Этот исход из музеев мало кто заметил, хотя он, на мой взгляд, был достаточно радикален, и он был по-настоящему массовым. Также другим радикальным жестом стало распространение и рутинизация, то есть становление чем-то обыденным, смальтовой мозаики. Смальта – это довольно дорогой материал. Я думаю, что этот кейс можно отнести к тому приему, который в современном искусстве называется аппроприация. То есть рутинизация мозаики – это в буквальном смысле аппроприация, то есть присвоение материала и приема, принадлежащего прежде правящим классам. Потому что смальта была раньше традиционным церковным материалом и очень дорогим и элитным. Но начиная с 60-х годов, этот материал распространился по всем самым маленьким городам и селам Советского Союза. И в той технике, и тем материалам, в которые раньше выкладывались на стенах церквей Богородица, Христос и византийские цари стали выкладываться швеи, колхозницы и шахтеры. Но тут я снова возвращаюсь к двойственности монументального искусства. Эта же рутинизация, то есть становление обычной мозаики легко интерпретируется и обратным образом, как консервативный феномен. То есть его можно и как антиконсервативный, и как консервативный интерпретировать, и очень легко. Мозаика – это очень долговременная, смальтовая мозаика – это очень долговременное произведение. Монументалисты так и называют смальту – вечный материал. И после войны СССР стал мыслиться таким же необратимым, как Царство Христово, и для утверждения его иконографии была выбрана такая церковная техника вечная. И советские монументалисты иногда прямо ориентировались на церковные росписи, на византийский стиль, собственно, на икону. Вот здесь на слайде вы видите пример такой мозаики. То есть это такой эксплицитный, декларативный византизм. И монументалисты заимствовали у иконы вот этот самый композиционный прием. Здесь как бы еще и стилистический такой, явная ориентация на икону. Но и композиционный прием взятый у иконы тоже постоянно встречался. Он очень часто встречается, этот прием. Это прием так называемой житийной иконы. Когда в центре находится статичная фигура святого, а в обрамлении вот такие сценки, которые показывают историю его жизни трудную, рассказывается о его подвигах. Ну, это практически тот же самый прием. И он периодически встречается на панно. То есть я довольно много знаю таких примеров. А вот эту фигуру в центре я называю совокупной святой. То есть это некий как бы такой образ советского народа, который вот наконец трудился, трудился и добился, победил. Потому что житийная икона демонстрирует победу святого. И вот здесь тот же принцип. Да, то есть монументальное искусство – это искусство очень противоречивое. И на самом деле я думаю, что оно противоречивое потому, что в нем преломляется двойственность и противоречивость всего советского проекта, в котором можно опознать как консервативные, так и антиконсервативные тенденции. Вот ко второй – к антиконсервативной относится антитоварность. И это, пожалуй, наиболее интересное нам сейчас и наиболее радикальное качество монументального искусства – его сопротивляемость к модификации, то есть становлению товаром, который мы можем наблюдать, собственно, сегодня, и мы это наблюдаем. Мозаики так и не присвоены, так и не апроприированы рынкам, просто потому что их нельзя со стен оторвать. Монументального искусства – такой тоже странный статус, именно двойственный. Это не кусок архитектуры, но одновременно мозаика связана с архитектурой, но это и самостоятельный объект. Например, в каталогах мозаики часто каталогизируются, описываются отдельно от здания, на котором мозаика находится. То есть мозаика, например, может быть в каталоге совершенно… Это может быть просто картинка, а не общий план. Они имеют часто отдельных авторов. Отдельных авторов, я имею в виду отдельных от… Архитектор здания может планировать один архитектор, а монументальное произведение делает другой художник. И поэтому мозаики очень трудно комодифицировать. И я думаю, моя версия такая, что именно в силу этой неапроприированности рынкам монументальное искусство сейчас оценивается негативно или не замечается. Потому что многие другие советские произведения, артефакты, даже ширпотреб сейчас успешно освоены рынком. Картины продаются в галереях, ширпотреб в сувенирных лавках. А вот такое искусство нельзя продать. Хотя оно теоретически могло быть успешно комодифицировано, потому что у него есть все признаки товара. У него есть историческая ценность, так называемая, то есть антикварная ценность. У него есть часто респектабельность материала. Смальта – это дорогой материал. Зачастую есть символический капитал художников. Например, у нас в Бишкеке Теодор Герцен, известный художник, автор многих мозаик. Искусствоведы пишут про мозаики, включают их в каталоги. То есть они валоризованы, оценены, они получают высокую оценку. Их как бы охраняет государство. Министерство культуры в Бишкеке составило список памятников истории и культуры города Бишкека, куда практически все мозаики Бишкека включены. Но этот охранный статус почти ни на что не влияет. Мозаики разрушаются или просто уничтожаются собственниками зданий. И вот мы видим, что рынок более сильный легитиматор, чем государство. Одну из мозаик вы можете видеть на слайде. Сверху фотография, которая сразу, как она была выложена. А другие фотографии, так она сейчас существует, в таком полуразрушенном состоянии. Ну и, наконец, вот этот известный кейс, который получил медиаглазку. Это очень интересная правовая коллизия. То есть, опять же, возвращаясь к той же двойственности, на этот раз правовой. Здание, вот в процессе вот этой приватизации, да, и комодификации возникают такие коллизии, когда здание имеет статус частной собственности, а мозаика на его стене – статус государственной собственности. И вот этот случай, который получил огласку в СМИ, это история с мозаикой… Георгий уже показывал эту фотографию, с мозаикой «Космос и научно-технический прогресс» художника Акмат Кулова. Эта мозаика была тоже включена в этот список недвижимых памятников истории и культуры, но она была закрашена, то есть, будучи включенной в этот список. И мы писали об этом на нашем сайте, сделали мультфильм, и был большой резонанс в соцсетях и прессе. И через некоторое время, вот благодаря этому шуму, владельцы получили предписание очистить мозаику, восстановить памятник. Ну, поскольку это смальтой, можно очистить. И владельцы были вынуждены очистить мозаику, но, конечно, прежний облик восстановить не удалось полностью. Видите, что она довольно непрезентабельна. Да, ну, штраф тысячу сом. Тысячу сом, да. То есть, монументальное искусство нам интересно в частности этим. То есть, одновременно неуспешным и успешным сопротивлением рынку и его принципами ценность без цены и ценность без собственника. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!